Колокола Екатеринбурга сегодня звонят по святым Петру и Февронии. Их появление в городе ждали несколько лет. На муромских чудотворцев уральские верующие возлагают большие надежды, ведь по преданию они помогают укрепить брак. До этого дня православные могли молиться только мраморному камню в основании будущего памятника. В 2008 году на Розы Люксембург его заложила народная артистка Ирина Алферова. Но скульптура здесь так и не появилась. Мне нравится, что это не просто святой, который как-то жил, откуда-то он там молился и молился, и всё. Мне нравится, что они такие русские князья, что они жили сначала, были просто реальными людьми. Спустя полгода те же люди на новом месте представляли уже другой проект. Цветых решено было переселить на плотинку. В 2010 году наконец-то отлили саму скульптуру. Пятиметровая бронзовая святыня всё это время творила чудеса в мастерской. Её автор стал трижды отцом. И вот свершилось. Памятник у семьи и верности нашли место. У храма на крови его установили всего за один день. Вопрос стоял только в месте размещения памятника. И мы считаем, что то место, которое было предложено изначально администрацией города, оно абсолютно соответствует всему смыслу, всей вот этой задумке этого проекта. На открытие пригласили и Ирину Алфёрову. Но приподнять завесу тайны доверили многодетной семье. Пока статую освещали, её первооткрыватели Наталья и Евгений переводили дух. Говорят, очень красиво. Когда человек приходит к памятнику, он первым делом прочитает таблицу и хотя бы узнает, кто это такие. А потом, может быть, заинтересуется их жизнью, чтобы прочитать и узнать, что у них там было. Вниманием новую скульптуру горожане окружили с первых же минут. Кто-то её просто трогал, кто-то целовал святым ноги, а кто-то прикладывал детей. С появлением в Екатеринбурге памятника Петру и Февронии своё логическое завершение получила старая городская шутка. Теперь комсомолец и комсомолка, выходящие из Вознесенской церкви, идут в храм на крови целенаправленно. И на выходе уже крепкая семья. О том, что на перекрёстке около муромских чудотворцев теперь будут пересекаться судьбы мужчин и женщин, говорят даже названия улиц. Клара Цеткин и Дзержинского. Укрепят ли бронзовые Пётры и Февронии уральские семьи, пока не ясно. Но создатели памятника надеются, что это место станет обязательным в маршруте молодожёнов. Валентин Бессонов, Геннадий Бахарев. Новости 41-го канала. Новости 41-го канала.